Десять недель подряд в Приднестровье падала заболеваемость ковидом. На этой неделе снова начался рост. Скорее всего, это идет пятая волна пандемии и связывают ее со штаммом омикрон. Именно он сейчас ставит новые рекорды в США и Европе. Вирусологи говорят, что ковид превращается в эндемичное заболевание, то есть обычное и привычное для всех. А еще прикидывают, как с омикроном будет справляться вакцина. Подробности у Светланы Мартынюк. С Новым годом, с новым штаммом. 11 января Молдавский Минздрав сообщил, нашли омикрон. Было собрано 100 с чем-то образцов, но фактически для секвенирования подошли только 28. Из них 16 были с омикроном. Получается, что больше 50% секвенированных образцов они уже содержали омикрон. Вот что известно о тех, у кого нашли омикрон. Среди них есть младенец и беременная. Часть вакцинированы, но не привитых больше. Половина лечится в больнице, а у некоторых вообще нет симптомов. Ну и статистику, больше 50% это именно омикрон можно переносить на всех, у кого нашли коронавирус. Так откуда он взялся, этот омикрон? Ровно два месяца об омикроне мы узнавали исключительно из лент новостей. Он где-то был, но далеко. 11 ноября прошлого года его нашли в Ботсване, это Южноафриканская республика. И уже 6 декабря он в России, а 18 в Украине. Прошли новогодние каникулы и он подобрался еще ближе. 10 января омикрон нашли в Одессе. И уже на следующий день он в Молдове. 16 первых случаев, один из заболевших – приднестровец. 48-летний бендерчанин заболел в Кишиневе. Там же 4 января попал в больницу с коронавирусом. Анализ показал – это омикрон. Официально больных с новым штаммом в приднестровских клиниках нет. Понятно, что омикрон уже здесь, но пока не попал в случайную выборку. В Приднестровье штаммы не определяют. В Молдову на специальный анализ передают всего по три пробы в неделю. А заболевших с каждым днем все больше. И это пятая волна, которая идет по всему миру. Когда будет пик, никто не может предвидеть. Обычно период роста заболеваемости достигает 4-5 недель, и затем уже начинает снижаться. Никогда такого не было, и вот опять. Как весь мир болел в рождественские каникулы, видно на графике. Уже никто не сомневается, что новую волну вызвал омикрон. Омикрон – это 15-я буква греческого алфавита. Древняя форма названия омикрон означает буквально «малое о». Большое «о» – это омега. Почему штамм омикрон и что этим хотели сказать ученые, доподлинно неизвестно. Наверное, чтобы обывателям было проще запомнить. Омикрон значит «очень заразный». Ну, очень-очень. ВОЗ сообщило, 12 января всего за сутки в мире заразились более 3 миллионов человек. В США от появления нового штамма до того, как он вытеснил дельту, прошла неделя. В день там полтора миллиона новых заболевших. Омикрон втрое заразнее дельта штамма. Специалисты дают прогноз. Уже через неделю омикрон станет доминирующим штаммом в Приднестровье и в Молдове. Уже сейчас омикрон нашли в более чем половине отобранных проб. Известный украинский педиатр Евгений Комаровский сравнивает штаммы коронавируса с моделями советского автопрома. Для наглядности. Вдруг появляется что-то, ну типа тоже ВАЗ, но совсем на эту вот единичку не похожее. Дело в том, что омикрон возник, когда немало людей уже привилось, а ревакцинироваться еще не успели. Есть человеческий организм. Это крепость, которую защищают солдаты. Солдаты-антитела. Если антител много и они сильные, никакой враг не сможет пробить защиту и болезнь не возникнет. Если есть крепость, есть умеренное количество защитников, ну причем таких, не очень сильных, то тогда произойдет отбор. Смогут пробиться в крепость именно сильные солдаты, другие разные солдаты из атакующей армии. То есть, еще раз обычным языком, мутации возникают тогда, когда в организме человека защита как бы есть, но она слабая. Из-за этого в Европе уже пересмотрели сроки ревакцинации. Полгода – это слишком долго. В Швейцарии бустерную дозу теперь вводят через 4 месяца. В Дании – спустя 5 месяцев после первой вакцинации. Омикрон – это первый штамм коронавируса, специально для которого хотели создать новую вакцину. Директор Центра имени Гамалея Академик Гинсбург даже заявил, что его сотрудники создадут новую вакцину против омикрона за 10 дней. Но не понадобилось. Исследования показали, что уже существующие вакцины дают высокий уровень защиты. Особенно, если это ревакцинация. Мы надеемся, что мы и дальше будем вакцинировать достаточно большое количество населения. И пятая волна не будет настолько ощутима, не будет такая нагрузка на систему здравоохранения. Сразу очень много заболевших. Вот чего больше всего опасаются врачи. Кого-то будут лечить дома, многим понадобится больничный стационар. Болезнь сама не так страшна уже с омикроном. Но все-таки будут люди, которым нужен будет кислород, будут больные, которым нужен будет врач. Нужна будет интенсивная терапия. И они могут умереть не от омикрона, а от того, что им вовремя не дали кислорода или вовремя не дали правильное лекарство. Лекарства от омикрона изобретать не будут. Это тоже уже известно. Лечить будут так же, как и больных с дельта-штаммом. Омикрон, по словам врачей, очень легко спутать с обычной простудой. И он похож на грипп. Особенно в первые дни болезни. От дельта-штамма из симптомов остались боли в горле, температура, иногда расстройство желудка. А вот на потерю обоняния и вкуса пациенты с омикроном не жалуются. Что такое омикрон и как с ним бороться, исследования продолжаются. Они подтвердили, вакцина по-прежнему спасает от осложнений и смерти, а ревакцинация подстегивает иммунитет. В случае с Файзером антитела умножаются на 25. Бустер Модерны усиливает защиту в 37 раз. В Террасполе теперь каждое воскресенье будет работать дежурная по прививкам поликлиника. На этих выходных это поликлиника на Балке. Пятую волну Приднестровье встречает с почти третью привитого населения. Светлана Мартынюк, Андрей Овчинников, Отражение.